Всем привет! С вами Флора Элюбланс, Георгий и Мария Короленко. Мы находимся сейчас в аптекарском огороде и решили сделать небольшой обзор, что же у нас здесь сейчас происходит, какие новости. Ну и вообще, как бы Новый год недавно закончился. Все, кстати, с прошедшими праздниками. Ну, как вы видите, я иду вдоль портика. Недавно мы его установили для того, чтобы посетители больше не имели возможности тыкать своими шалаврилами ручонками в наше растение. Наблюдаем здесь, как очень-очень-очень много света для пузырчатки. Видите, она вся покрылась таким странным цветом. Вообще, это антоцианы. Это обычно растение вырабатывает, когда им слишком светло. Ну, возможно, здесь еще был перебой с кормежкой на праздники. Вот, поэтому все-таки ей слишком много. Здесь вот уже нормально и дальше. Дальше тоже нормально. Вот. Как тут поживает наш прудик. В прудике у нас живет Азола. Это такой плавающий папоротник. Очень клевая штука, особенно если научиться ее зимовать. Красивый безумно. Это наш вечный Непентес, который живет здесь свою жизнью. Мы периодически выпалываем его ведрами, пытаемся укоренить, потом забываем про него. Ну и, в общем, все это продолжается. Вот. Здесь у нас Бгония Бипинатифида. Тоже уже достаточно большой куст. Множество сарациней. Это наш несчастный камень за жирянками, который... Ну, в общем, короче, его надо немножко подоживить, назовем так. Вот. Здесь куча сарациней, которые вышли кто-то из периода покоя. Совершенно разные сорта. Вот. Жиряночки. Где-то здесь должны быть рысянки. Что-то я их не вижу вообще. Куда-то... А, нет, вот она. Пигмей, конечно, здесь не выживает, потому что слишком... Слишком много мха, и он их убивает. Я могу вам показать. Вот. Торсенка пигмей. Видите, ее здесь практически не осталось. На самом деле здесь даже, как можно посмотреть, вот, например, мухоловка, да. Она уже погрузилась практически под грунт, и это нормальное явление. Периодически здесь приходится все выпалывать. Иногда... Ну, то есть, вот уже явно скоро полоть надо, потому что, видите, очень толстая подушка мха. Ну, ничего, справимся. Пересвеченные биофитумы. Здесь у нас огромный кувшин. У Непентеса. Смотрите, какой он здоровый. Я, к несчастью, не разбираюсь в сортах и видах. Вот. Поэтому это просто здоровый Непентес. Вот. А здесь у нас пузырчатка Альпина. Кстати, такая не самая простая девочка. У нас в магазине она сейчас собирается цвести. Я каждый день, как маньяк, бегаю, смотрю, но она до сих пор не распустилась. Очень долго формирует цветок. Первое цветение будет у нас. Поэтому волнительно, волнительно. Вот. Ну, а там здесь Непентесы. И тряска. Вот. Пойдем смотреть, что дальше. А здесь у нас работающий Гоша. А? Я снимаю. Здесь у нас работающий Гоша. Мы видим процесс в самом разгаре. Мы решили поступить к проекту, на который мы созревали год. На самом деле, мы сначала даже дозрели на него в магазине. Это будет ее блефарник. Видите, харт мы уже почти доделали. Там огромные пещеры для блефаров. Мы хотим попробовать их содержать несколькими особями. Не кидайтесь на ставки. Мы знаем успешный случай. Знаем неуспешный случай. Ну, в общем, будем пробовать. Если так не получится, значит, здесь будет жить один блефар в царских хоромах. Вот этот вот заросший из старых филарариум мы делали несколько... Ну, вернее, уже много лет назад. В самом начале нашего пути. И он выглядел совершенно не так. Если мы когда-нибудь вам покажем фотографию, вы его не узнаете. Но, тем не менее, нам его вернули назад. Попросили, сказали, что мы его реанимировали. И что забрали себе и выставили где-нибудь. Ну, собственно, мы так и поступили. Привезли его в царский огород. Достаточно сильно заросшая емкость. Но мы ее не стрижем, и она, потому что прекрасна именно вот этими своими джунглями. Здесь вон даже мох. Назовем это нерестица. Видите, пустил споры скоро будут у нас здесь. Здесь загадочный папоротник, который мы никак не можем размножить. Здесь постоянно цветен гиграфилы урагуаи. Очень красиво смотрятся. Ну и, собственно, нерегелия. Здесь живут. И криптантусы. Мы очень редко их используем в наших работах. Но, тем не менее, вот здесь они чувствуют себя хорошо. Давайте побеспокоим лягушек в нашем большом террариуме. Наверное, на данный момент это самая любимая для посетителей здесь работа. Ну, потому что она масштабная. Здесь куча всего. И самое главное, здесь есть животные. Как вы видите, здесь живут азуреусы, коста-рики и платиурусы. Вполне успешно они живут здесь уже точно год. Может быть, больше я, честно говоря, не помню уже. Вот, как мы видим, здесь ушел наш друг. Любуется он на нас. Косит глазом и думает, что тоже мы здесь забыли в очередной раз. Давайте посмотрим, как здесь дела. Ну, вообще здесь основная проблема. Здесь все прекрасно, кроме одного. Зимой в этой галерее становится очень холодно. Там иногда вот включают тепловую завесу. А чаще всего сейчас она не работает. Поэтому здесь реально холодно и стенки очень сильно потеют. Тут видно, к примеру, по этому террариуму. Поэтому нам пришлось добавить вентиляторов, немножко портящих внешний вид. Но зимой слишком сильно потевают стекла из-за разницы температур. И мы ничего не можем с этим поделать. С изменением вентиляции и режима полива у нас поперли здесь все папоротники. Ну, к примеру, неолепизорус. Сколько мы с ним не воевали, он здесь, как вы видите... Возможно, он еще здесь его не трогает. И он наращивает массу. Поэтому он в огромном размере уже здесь. Также Таиландикум дает уже споры. Честно говоря, не знаю. У нас был опыт выращивания из спор. За него это три года. Это кошмар. Но, судя по всему, я уже готова его повторить. Под ним грустит Санирела Пульчела или Пурхела. Она отцвела. Вот ей нельзя позволять застивить, что с ней происходит. Она вообще совершенно неказистая. Хотя бы шикарнейший куст. Это какая-то природная... Пожелотный вид мастивали. Очень красивые белые цветы. Мы только не помним уже, кто это. Конечно же. Ну и здесь куча всяких нейрегелий. Вот. Маргравель, кока наверху. Разные паприки. Здесь все время что-то цветет. Как мы видим, даже камера не справляется. Лосевидная целогина. Мы от нее уже даже кусок увезли. Потому что она все здесь перекрывала. Вот. Ну, Санирил Муката. Пицинок. Здесь получилась коллекция Санирил. Вот. Ну и здесь, в общем, все хорошо. Еще вот здесь у нас такой долгострой образовался. Фит-стена. На самом деле, начали мы ее очень давно. Но как-то у нас большой завал был. Потом, ну, всякие разные штуки. Например, у нас сейчас примерно 7 проектов в работе. Поэтому, честно говоря, что-то разрывались. А потом оказалось, что сюда надо очень много света. Но, вернее, не оказалось. То есть, светильники сильно подорожали. Нам пришлось откладывать. Вот. Мы купили уже большую часть из них. Но, вернее, на старт нам этого хватит. Поэтому, наверное, на следующей неделе мы уже будем их вешать. Вот. Подсоединять это все, всю эту красоту к канализации. Ну, собственно, стена достаточно большая. Два на три метра. Больше, чем у нас в магазине. Так что, надеюсь, что мы ее вместе за два закончим. Хотелось вам еще показать оставшиеся террариумы. Но у них уже выключился свет. И сейчас уже нужна помощь Коши. Поэтому сумбурный ролик на сегодня закончится. Мы продолжим уже покрывать первым слоем нашу шикарную пустыню. Вот. И надо было уже убираться. Поэтому в следующий раз, когда уже будем показывать вам мой бульфарник, наверное, прибежимся по этим террариумам. Всем пока!